Сепия Таун Интертеймент Проект Шона Лонга и Фрэнка Александера Совместно со Step and Up Enterprises Тупак, прежде чем я проснусь Слова мудрости Предисловие Тупак был необычным человеком Его одержимость смертью, Богом, ну знаете Кто-нибудь помогите Скажите, что тут происходит Почему все родственники плачут Но есть ли Богу до этого дела Я имею ввиду, что он требовал, просил, умолял Чтобы кто-то занялся им И когда он понимал, что скоро может оказаться в могиле Молил, чтобы его кто-нибудь остановил И я думаю, что все это его безрассудство Его гениальность, куча идей Попытка помочь всем и вся Все это делает его характерным образом того времени Его самоуничижение, вера и любовь к афроамериканцам Определяют двухсмысленность в определении его гениальности Это и делает его символом молодого поколения Вы знаете, я люблю всех черных И с этим в душе я живу Так я умру, и так я буду писать свою музыку Сниматься, давать интервью и многое другое Лишь с любовью к темнокожим Я никогда не забуду ту ночь, когда он появился в моем доме Я пытаюсь не вспоминать этого Но его образ встает перед моими глазами снова и снова Тупак всегда будет в моем сердце А теперь половина моего сердца наполнена смертью Друг Я никогда тебя не забуду Ты голос нашего поколения Есть одна вещь, которую все обязаны знать У Тупака было искренне любящее сердце Что бы он ни делал, что бы ни говорил Поверьте, в его сердце всегда была любовь До сих пор многие из вас считают, что он все еще жив Вы до сих пор хотите услышать его У вас есть этот шанс, слушая его музыку Но сказать по правде ему сейчас лучше, чем нам Его душа свободна, а сердце может любить Это я посвящаю памяти Тупака Шакур В качестве твоего друга я считаю, что Имею право сказать тебе, мой маленький чернокожий брат Покойся с миром, Пак Мне тебя не хватает Надеюсь, тебе там хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это все из-за расизма Когда появились пантеры, правительство запаниковало Пантеры встали на защиту прав темнокожих И единственное решение, которое смогло принять правительство Это своевременная ликвидация каждого члена партии Ведь каждый из них был опасен Так вот, когда моя мама была на седьмом месяце беременности Они зажгли у двери спичку и начали кричать Огонь! Огонь! Было где-то около пяти утра Мама открыла дверь, и они ворвались в дом Ударили ее в живот И приставив к ее голове пистолет, сказали Не двигайтесь! Бла-бла-бла! Вы арестованы! Родив сына 16 июня 1971 года в Бруклине, Нью-Йорк Его мать сменила имя на Афине Шакур А сыну дала имя Тупак Амару Шакур Затем они из Бруклина переехали в Балтимор Оттуда в Марин-Сити, штат Калифорния Жизнь Тупака превратилась в настоящий кошмар В подростковом возрасте Тупак с матерью переезжал с места на место И именно тогда он начал свою карьеру рэпера Ему крупно повезло, когда он попал в оклинскую группу Digital Underground И принял участие в записи песни Same Song, которая затем стала синглом После этого с ними заключила контракт звукозаписывающая студия Enterscope Records В которой Тупак и записал свой первый альбом Tupacalypse Now Его первый альбом отражал его воспитание Переход от певца-любителя веселья, каким мы его видим в Digital Underground До безбашенного рэпера, выросшего на улице И чувствующего неизбежность своей скорой смерти Вне музыки и кино Тупак был таким же, как его герои Роли которых он исполнял В 1993-м Тупака обвинили в перестрелке с двумя полицейскими в штате Джорджия А позднее в тот же год его привлекли к ответственности за драку с гражданским человеком Который сделал ему замечание за то, что Пак употреблял наркотики в машине Затем Тупак провел 10 дней за решеткой за нападение на мичиганского рэпера Из-за всех этих обвинений для политических и религиозных лидеров Тупак стал воплощением зла в рэп-культуре Такие люди, как Тупак Шакур Флейва Флейв Снуп Доги Дог Ревлин Келвин Баттс – представитель от партии, выступавшей против жестокости в рэпе Мы не против рэпа Мы не против рэперов Но мы против этих преступников Нет, я не буду молчать Я пришел сюда из гетто и до сих пор здесь Я не преступник Я не собираюсь обворовывать кого-то или насиловать Я бизнесмен Я бизнесмен, потому что вы видите, что я занимаюсь делом Я плачу налоги и вообще делаю все как надо Вы понимаете? А как вы думаете? Преступники, как дети, могут делать все, что захотят? Доктор Майкл Эрик Дайсон, автор книги «Откликнись, если слышишь» В поисках Тупака Шакур Это был акроним, обозначающий тяжелое положение чернокожих детишек T-H-U-G-L-I-F-E С ненавистью отнесешься к ребенку, хуже будет только тебе Это значит, не плюй в колодец, еще придется воды напиться Это и есть Сак Лайф В его песнях чувствуется отношение к жизни В них есть определенный смысл, в каждой из них В основном гангстер-рэп это типа рассказ о жизни, о жизни улиц Вроде того И когда ты постоянно находишься на улице, то начинаешь улавливать, как именно донести это до других На улицах сейчас полно гангстер-рэперов И многие сейчас пытаются защитить тех, кого раньше никто никогда не защищал Нас постоянно пытались ущемить в правах Наших женщин называли проститутками И мы не думали о том, что может быть по-другому Они называли нас ниггерами И мы не спорили с ними Но теперь все люди уравниваются в правах И теперь мы можем говорить то, что думаем Хип-хоп-культура сама по себе обозначает что-то странное И это сложно Это боязнь женщин Это презрение к ним И всякие обозначения женщины вроде Сука, шлюха, дупло, потаскуха и так далее Они используют всю эту лексику И совершенно этого не стесняются И это крайне интересный дуализм Очень странно Я люблю свою маму Но мать своего ребенка я ненавижу Так вот, если мама может заявить, что у нее есть какие-то права Ее ненавидят А если она по стечению обстоятельств является родной матерью То ее обожают Я думаю, что это любовь и ненависть Это готовность напасть или расцеловать И есть характерная черта хип-хоп-культуры Не было у Топака лучше песен, чем те, что описывали его жизнь В них он часто унижал женщин Хотя в тот же самый момент выражал свое уважение в такой песне, как Диар Мама Рэперы знают, что такое чувство ответственности Из-за тех, у кого есть это чувство Они чувствовали еще большее чувство ответственности А если бы никаких чувств не было, рэп стал бы абстрактным В рэпе реально именно чувство боли А многие считают, что средства массовой информации Пытаются осветить рэп, как нечто не относящееся к жизни И я говорю, что если вы хотите спрятать жестокость Не показывайте эту жизнь, но не пытайтесь изменить рэп Эта культура не должна исчезнуть Давайте покончим с насилием в культуре И я надеюсь, что вы это не вырежете Потому что это на самом деле так Я иногда чувствую, будто на одной стороне стою я, на другой рэперы И они, как маленькие дети, они страдают Что бы вы обо мне не думали, я все равно вечен Вам никогда не сделать так, чтобы я замолчал Только бог мне судья В 1994 году его обвинили в изнасиловании молодой девушки С которой он познакомился в одном ночном клубе Тем не менее, тупак себя виновным так и не признал Мне только что предъявили иск Это все было так пафосно Они мне задали огромное количество невероятных вопросов И я узнал, что, оказывается, моя жизнь в руках суда присяжных А они готовы наплести все, что угодно, о ком угодно Тут уже даже не меня судят, а ведут суд над рэпом, над громкой музыкой Я тут уже ни при чем Просто людей мучает какой-то ночной кошмар Вы имеете в виду Саклайф? Но, естественно, он виновен Все, кто имеет какое-либо отношение к Саклайф Обязательно в чем-нибудь довиновны Разве это аргумент? У нас разное окружение Мы живем в разных условиях Только то, что я живу не там, где все Еще не дает никому право называть меня садистом или насильником Я не понимаю Ведь нет никаких доказательств того, что я приставал к ней Или заставлял что-то делать А они это все уже напечатали в газетах Пока мы сидели в суде, она не вымолвила ни слова Так как могут меня в чем-то обвинять? Пусть предоставят доказательства Моя жизнь рушится, потому что никто не говорит правду Вы знаете, я брал интервью у нескольких женщин, с которыми Тупак был в близких отношениях Они любили его И ни одна из них не поверила, что Тупак мог совершить изнасилование Говорят, что не было обнаружено вашей спермы Не было И не было ни вагинального, ни анального контакта Ничего Вообще Она утверждает, что у вас был пистолет Да какой пистолет? А если там что-то и было, то только потому, что она сама этого захотела Меня пытаются посадить за эту девку А она в это время будет вертеть своей задницей на танцполе Почему обвиняют меня? Но я здесь, я никуда не уйду И меня достала эта чертова американская система Мне она вообще не нравится конкретно Мне уже выдвинули обвинение И вся моя жизнь заключалась в том, что я постоянно терял то работу, то какую-нибудь возможность что-нибудь сделать Я уже так погряз, что мне из этого не выбраться Но я до сих пор жив И все еще прихожу в суд, улыбаюсь, раздаю автографы Но я так скоро могу сойти с ума Когда его обвиняли в изнасиловании, я постоянно был с ним, но он был на грани А люди говорили, ага, вот тебя и посадят Он очень переживал по этому поводу Ему было неприятно Я не виновен Пусть люди посмотрят мне в глаза Многие говорят, что раз уж я ее изнасиловал, она, возможно, беременна Я очень внимательно их слушаю У меня не хватает терпения слушать весь этот бред Вы знаете, люди спрашивают, а что он за человек? Я понимаю, почему они так спрашивают, ведь они не знают меня Может, они и слышали мои песни Но после этого единственное, что они могут сказать О, он крут! Я все делаю от своего сердца Если с меня снимут обвинения, моя сестра подтвердит, больше ни одного матерного слова не слетит с моего языка 30 ноября 1994-го, будучи под подпиской о невыезде Тупак вместе со своими друзьями направился в звукозаписывающую студию в Нью-Йорке Хотя вокруг было несколько вооруженных людей Пака ограбили и пять раз выстрелили в него из пистолета На Шакура напали грабители, когда он с тремя своими товарищами появился в здании звукозаписывающей студии в Нью-Йорке Менеджер Шакура тоже был ранен Оба они в данный момент все еще находятся под следствием Ко всеобщему удивлению, тем же утром Шакур покинул клинику и отправился в суд прямо на инвалидном кресле Он хотел, чтобы в суде поняли, что нападали только на него Несмотря на то, что с ним произошло, с него по-прежнему не снимали обвинения Шакура обвинили в сексуальном домогательстве в ноябре прошлого года в отеле Нью-Йорка Присяжные также обвинили его в тяжких преступлениях, как изнасилование в особо грубой форме И ношение оружия без разрешения Но когда в суде зачитывался приговор, Шакур с пятью сквозными дырками в теле в зале суда не присутствовал Все глаза на меня Я стал телохранителем Тупака Я работал в студии Death Row Records, я был там охранником Я был в студии, когда Тупак пришел туда со всеми, встретил их в дверях и проверил на наличие оружия Пак несколько раз оглядел меня На самом деле, в то время я был охранником у Снупа и Мы были на видеозаписи в Нью-Йорке К сожалению, что-то пошло не так, и на съемочной площадке началась перестрелка И я выполнял свою работу, я не хочу называть себя героем, но Я начал действовать, как только услышал первые выстрелы Я начал выталкивать людей из трейлера, загнал их всех в вагон, ведь пальба все еще продолжалась Для меня самое главное, что люди были в безопасности И после этого инцидента в Нью-Йорке никто не пострадал Ночью после этого происшествия в декабре 95-го мы вернулись в отель Нам поступало очень много звонков На следующий день мы уехали из Нью-Йорка и увезли с собой всех артистов На следующий день мы вернулись в Л.А. и мне позвонил Реджи и сказал, что меня хотел видеть Шук Мне нужно было на студию в понедельник И когда я пришел туда в понедельник, Шук позвал меня к себе в офис и спросил меня Что произошло в Нью-Йорке Я ему рассказал все, как было То, что я уводил людей в безопасное место На что он мне сказал Все называют тебя героем Я спросил, правда? А он ответил мне, да, да, отличная работа Реджи предложил Тупаку несколько кандидатур Я был одним из них Еще одним был Ковин Хекки Третьим был Кеннет Арчи Четвертым Купер Хэйган А пятым Лесли Галд В общем, у Тупака было пятеро телохранителей И работали мы двое суток через двое Так что работали мы так, что пока трое работали, у двоих был выходной Также я работал охранником в клубе 6x2 Две шестерки двойка В тот день мне достаточно рано позвонил Реджи и сказал Шук хочет поговорить с тобой Мне кажется, у него есть к тебе предложение И я спросил, что, что? И он сказал, он сам все скажет А я так хотел узнать И он сказал, что это имеет отношение к Тупаку В тот вечер они приехали в 6x2 И Шук был с Паком И я открыл им дверь, впустив их И он сказал мне Йоу, расслабься, слышишь меня? А я сказал, что это моя работа Ты будешь моим телохранителем, сказал он мне Я выбрал тебя А я сказал, о, круто Но я на самом деле даже не думал, что эту работу могут предложить мне Я, конечно, знал, что буду работать с Тупаком Но я и подумать не мог, что стану его основным телохранителем Он сам мне об этом сказал Сразу после этого в Вегасе должен был состояться бой Мы вернулись в Алэй после тех выходных И сразу же, по возвращении в Алэй, уже в понедельник я стал работать с Тупаком С того самого момента мы стали неразлучны Где был он, там был и я И мы с ним очень сдружились Фрэнк и Тупак очень скоро стали близкими друзьями Куда бы шел Тупак, туда же шел Фрэнк Они были неразлучны Фрэнк также следил за тем, чтобы Пак не пропустил ни одной встречи Затерявшись в своем плотном графике Я сейчас вспоминаю его последние дни Съемки в кино, режиссура и запись песен Вот три составляющие его жизни Он занимался этим постоянно И мы бегали туда-сюда, наматывая целый день до 130 километров А я постоянно его сопровождал И мы всегда, во что бы то ни стало, возвращались в студию Потому что он постоянно что-то записывал Он писал просто потрясающие тексты для своих песен Мы могли ехать мимо магазина, а он мог закричать Тормози, тормози Потом забегал в магазин, мог схватить какие-нибудь широкие штаны Садился и начинал писать Ну, например, был такой случай Когда мы ехали из суда из Лос-Анджелеса, в Уилшир Он исписал два или три листа И в эту ночь мы отправились в студию И он уже записывал песню Он был быстрым и гениальным Его можно назвать уличным поэтом В его творчестве отражалась жизнь афроамериканцев В особенности бедных афроамериканцев А именно бедных афроамериканских мужчин Что в нем особенно необычно, так это его большое сердце Он для хип-хопа, что принцесса Диана для англичан У него огромное ранимое сердце Оно обливается кровью в каждой его песне Я не могу чувствовать себя комфортно, когда кто-то делает мне плохо Даже если этих людей нет рядом А чтобы я был спокоен, мне нужен покой Так пусть оценивают меня как человека, когда я спокоен Они правда удивятся У меня есть племянница, она инвалид Она не может ходить Моя сестра связалась с американским обществом «Подари мечту» И там решили предоставить моей племяннице Еще одной маленькой девочке шанс встретиться с Джанет Джексон И сначала предполагалось, что они встретятся в Л.А. А потом место встречи перенесли в Нью-Йорк Девочка жила в Нью-Йорке, а моя семья в Чикаго И поэтому позвали меня и спросили Что же нам делать? Джанет Джексон не поедет в Л.А. Она не поедет в Л.А. Она будет в Нью-Йорке, у нее там много дел Моя племянница решила поехать в Нью-Йорк А маленькая девочка там жила, поэтому у нее не возникло никаких проблем Но что касается всех этих звезд Они сами решают, сколько времени посвятить тому или иному ребенку И как мне объяснила моя сестра Эта встреча должна была продлиться недолго Так как у Джанет очень плотный график Поэтому мы спланировали все так, что Когда она приехала в Калифорнию, должна была провести день с Тупаком Либо у него дома, либо на студии, либо на съемочной площадке Это было втрое больше того времени, что могла провести с ней Джанет Джексон И это было намного теплее и интереснее Я был его телохранителем, но мы были очень близки Но я думаю, что он пошел на это не только ради меня Ради чего-то еще Ведем себя спокойно Идет наш король Ему нужно сниматься в фильмах Джеймс, ты что покраснел? Чувак, я обещаю тебе помочь А кстати, с этой твоей китайской штуковиной Тебя могут и в мультик пригласить Что, не китайская? Да какая разница Шук говорит, что это похоже на два яичных рулетика Короче, ребята Теперь можете не спрашивать у китайцев Как выглядят два яичных рулета Теперь вы знаете А соус у нас есть? Все поняли? Вот чертовщина-то Китайская, не китайская И как они не путаются в этих колбасках? Надо тебя в Китай отправить Пак, чувак, да ты в этом разбираешься Да тебе надо было изучать языки Посмотри на него По-моему, он тоже захотел учить китайский Я очень рада, что Фрэнки... Фрэнки? Ты так сказала? Фрэнки, ты не говорил, что тебя называют Фрэнки? А можно я тоже буду называть тебя Фрэнки? Фрэнки едет в Голливуд Эй, Фрэнки, Фрэнки, Фрэнки Ну, перестань А что, тебе не нравится, когда я его так называю? Нет, теперь я буду называть его именно так Меня так вся семья называет Все, теперь ты Фрэнки Ты понял? Это Фрэнки стучится Открой дверь Ну, а как вы его называете? Фрэнк? Фрэнк? Вот этот звук «э» в его имени напоминает мне слово «секс» А я прям весь такой сексуальный Да, я такой Отлично Мои родственники приехали 10 июня 96-го В этот день Тупак должен был быть на студии Ну и мы договорились на этот день Я позвонил своей сестре, сказал, что обо всем договорился И они приехали Когда они приехали, Тупак принял их как родных И... Мы приехали на студию Он продолжил запись своей песни И он сделал для моей сестры такое Что любой другой человек никогда не сделал бы Работая в том режиме, в котором работал Тупак В тот момент он работал над своим фильмом Снимался и записывал альбом Он работал в бешеном ритме Он ребенок над ротом Гэф Продолжение следует... 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 Ведь в тот день там был бой. Там было огромное количество женщин, мужчин, которые, естественно, пытаются к нему подобраться. Мы с Майклом Мором охраняли его. Парни из Outlaws тоже там были. Они стояли сзади, а он был в центре. То есть он был в безопасности. Пак играл. Он делал большие ставки и выигрывал по-крупному. Так ему везет, он счастлив. И тут он мне говорит, эй, Фрэнк, пойди найди Реджи, узнай, что там с Шугом. Я ему говорю, хорошо, я пойду к телефонам, только никуда без меня не уходи. Я указал ему, в какую сторону я пойду, и он согласился. Пак продолжал играть. Я объяснил все Майклу и пошел звонить. Я позвонил Реджи, и он попросил меня перезвонить ему позже, сказать, когда Пак хочет с ним увидеться. Я вернулся к столу, а Пака нет. И где он, я не знаю. Пак никогда не уходил без меня. Никогда. Ну вот, я ищу его везде и нигде не могу найти. Я обхожу все заведение, проверяя каждый столик, ведь я не знаю, где он именно. И я не нахожу его. Где он был, я узнал позже, но откуда же мне было знать, что в тот момент Майкл Мор отошел куда-то и оставил Пака одного. Я бродил по МГМ, и что на тот момент я прекрасно понимал, так это то, что мне нужно очень срочно решать эту проблему. Он гулял по залам без охраны. Фрэнк позвонил Майклу Мору, который ушел в свою комнату переодеваться. Мне срочно надо было сходить в свою комнату, очень срочно. Да, говорю, но тебе же нельзя уходить, не так ли? Я спросил до этого у Пака, что он собирается делать. Он сказал, что собирается ехать в МГМ. Я говорю, черт возьми, мне надо переодеться. На что он мне ответил, иди переодевайся, Майкл пока останется со мной. А потом, когда ты вернешься, пойдет переодеваться Майкл и присоединиться к нам, когда мы будем уже в МГМ. Я сходил переоделся и после меня нашел Майкл. Тупак мне сказал, пойдем поймаем такси. Я спросил, а куда мы едем? Он ответил, в МГМ. Я ему предложил пройтись пешком, а он сказал, что хочет на такси. И мы ловим такси и доезжаем до главного входа в МГМ. Выходим, и тут со всех сторон Тупак, Тупак, все понеслись к нему. Около входа было несколько охранников, и я попросил их сопроводить нас до арены. И они сказали, нет проблем. Мы вошли и увидели, какая толпа народа там собралась. Трое охранников шли впереди, как бы прокладывая нам путь. Таким образом мы прошли куда надо. Тогда было 7.30. Тупак был жутко раздражен. Он просто в шоке от того, сколько вокруг народа, и сказал, на черта мы сюда вообще пришли. И... Ну, просто он очень нервничал. То есть он в тот вечер не хотел там быть, так? Да, именно так он и сказал. И вообще он весь был на взводе. Поэтому я позвонил Реджи и сказал о том, что у Пака отвратительное настроение, и он просто в бешенстве. Я спрашиваю, что делать, а он просит меня подождать и говорит, что перезвонит. В тот момент, когда я говорил с Реджи, Пак был рядом со мной. Потом он мне перезванивает и говорит, что шок уже скоро будет. Еще он спросил, сколько нас. И я ответил, что мы с Паком только вдвоем. Так вот, мы ждем, народу все прибавляется, а он все больше начинает злиться. Он ругается, где этот хренов шок? Почему он всегда опаздывает, бла-бла-бла? И что мы тут забыли? Я скоро сойду с ума. И как только я сказал, решай сам, Пак, тут же появился шок, и он был не один. С ним был какой-то парень, я не знаю его. Это, видимо, был его кореш. Через какое-то время мы услышали грохот, это означало, что бой закончен. После боя Пак и Шук собирались пойти в раздевалку к Майклу. И мы пошли за кулисы и стали ждать, пока выйдет Тайсон. Пак был взволнован, как мальчишка. 50 раз, 50 раз. Он ударил его 50 раз, только подумать себе. Ну и, в общем, я рядом с ним, и Шук тоже рядом. Потом он говорит что-то Паку, и мы тут же уходим, так и не встретившись с Тайсоном. Мы возвращаемся в зал. Когда мы идем по направлению к выходу, ищем глазами парней Шуга, а Пак ищет парней из Аутлоз. После боя все должны были встретиться и поехать по делам. И мы стояли у выхода и ждали остальных. И все собираются, и в этот момент один из парней Шуга подходит к Паку и шепчет ему что-то на ухо. Но я не слышу, так как я с другой стороны. И Тупак тут же снимается с места, и я, естественно, побежал за ним. И когда мы повернули за угол, там стоял парень, я не знал его, и тут началась драка. То один влепит другому, то в обратную. И вот когда Пак калашматил того парня, у него разорвался медальон, который он совсем недавно приобрел. И он наклонился, чтобы поднять его. И когда он это сделал, я схватил его и припер к стене, вытащив из этой драки. К этому моменту и все остальные уже подошли. А что касается парня, никто так и не узнал, кто это был. А Тупака я в тот момент крепко держал, прижимая к стене. Драка закончилась, пора было убираться. Тогда я и не знал, что когда он заставил меня искать его несколькими часами ранее, он изучил все входы и выходы. И когда мы все пошли в неправильном направлении, он нам крикнул, нет-нет, ребята, Шук, вы не туда идете, надо туда. И мы пошли за ним и оттуда отправились в Люксу. Так вот, мы вернулись в отель, Шук пошел переодеваться, Фак тоже пошел переодеваться. Он сменил свою шелковую рубашку и синие джинсы на зеленый спортивный костюм фирмы «Латайя». А что с медальоном? Медальон оторвался. Он был у него в кармане. Я специально для него подчинил его, когда мы были в номере. Когда я все сделал, он удивленно спросил меня, «Ты что, подчинил его?» Я говорю, «Да». Он тут же повесил его себе на шею. Я не знаю, что это был за медальон, потому что в тот день я видел его впервые. Только потом я узнал, что на нем был его лозунг в поддержку автаназии. Именно в тот момент он занимался этим вопросом вплотную. И на этом медальоне был изображен черный ангел смерти. Все то, что происходило в тот вечер, просто не поддается описанию. После того, как я успокоился и прокрутил в своей голове все события того дня, то сказал себе, «Столько совпадений!» Это просто нереально. Мы вышли из его номера и вышли из отеля ждать Шука. Вскоре он пришел. Когда мы спустились, все, кто нас там ждал, стали упрашивать их. «Шук, пойдем в клуб!» «Пак, пойдем же!» Шук сказал, «Пойдем!» И они, Шук и Пак, решили поехать к Шугу на его БМВ. Я пошел с ними до стоянки. Мы дошли до машины, и тут Пак поворачивается ко мне, отдает ключи от машины и говорит, «Фрэнк, ты поведешь другую машину, потому что мы собираемся сегодня выпить, и ты нас привезешь обратно». Я переспросил, какую именно машину я должен везти. Он мне объясняет, какую именно. Я говорю, «Хорошо». Шук залезает в свою машину, Пак садится вместе с ним, и я сажусь в другую машину. Шук трогается с места, и я еду следом. Но если уж на то пошло, в тот самый момент с нами должно было быть еще трое-четверо телохранителей, чтобы ехать с ними туда-обратно. Как я узнал потом, там было 22. Да, 22 охранника, которые работали в ту ночь. Всех вызвали в клуб 662. Почему-то была необходимость, чтобы все были именно там. Майкл Морр, который до этого весь вечер был с нами в МГМ, сказал мне, что Эл Гиннс, который с утра распределял охранников по постам, приказал Майклу послать все к черту и идти в клуб. Майкл сказал, что Тупак ждет меня в МГМ, а тот ему, что нет, ты нам нужен здесь. И Майклу ничего не оставалось, как пойти в клуб, а я с Паком остался один. Не забудьте, что у меня с собой не было оружия, не было рации, и я ни с кем не мог связаться. И Реджи тоже был в клубе, хотя он основной телохранитель Шуга. Он обычно всегда был с ним. И только он сам может сказать, почему его в тот вечер там не было. Тогда все, кто был со мной в машине, обратили внимание на то, что у нас заканчивается бензин. И мне об этом сказали. А я говорю, что же вы хотите, чтобы я сделал? Если мы сейчас поедем на заправку, то потеряем их. И я сказал, что смогу заправиться потом, ведь мы собирались к Шугу, а потом в клуб. Но индикатор уровня бензина горел постоянно. Сколько вы пробовали у Шуга? В доме, в доме у Шуга мы пробовали где-то примерно 30 минут. Он переоделся, сделал еще какие-то дела, и когда, наконец, вернулся в машину, мы увидели охранника Шуга, который стоял на входе. Помимо всего прочего, нас должно было ожидать еще 20-30 машин, ждавших, когда мы выйдем. Мы выехали от Шуга, гнали по шоссе где-то за 130, обратно в Лас-Вегас. Мы въехали в город, и... Для меня до сих пор остается загадкой, почему у нас не закончился бензин. Мы продолжаем ехать по дороге, и всюду видно, что сегодня ночь боя, потому что на улице полно народу, машин, и везде ужасные пробки. Мы были где-то напротив отеля Эксалипо, что около Тропикана. Тупак с Шугом были в машине передо мной, и у них очень громко играла музыка. А неподалеку стояли двое копов с велосипедами. Они подошли к их машине, и я так предполагаю, попросили их выключить музыку. А дальше происходит следующее. Шуг открывает дверь, вылезает из машины, обходит машину и открывает багажник. В тот момент я подумал, вот чёрт. А полицейские посмотрели и ушли. И мы продолжили наш путь дальше по той улице, понемногу продвигаясь вперёд. Шуг с Паком о чём-то болтали у себя, а мы с Аут Лос слушали их музыку. Для того, чтобы проехать в казино Фламинго, нам необходимо было свернуть направо. И тут загорелся красный свет. Откуда же нам было знать, что что-то может произойти? Мы остановились. Я был во второй машине, хотя, если быть точнее, в третьей. В первой машине были кореша Шуга, которые никогда не считались его друзьями. Ещё один его приятель, Тревор, был слева от Шуга. То есть как раз там, где он сидел. Итак, слева Тревор, спереди Кэй Дафф, а я сзади. Это был тёплый, влажный сентябрьский день. Мы стояли на светофоре и ждали, пока загорится зелёный. И вдруг я замечаю подъезжающий белый Кадиллак. Он не спеша тормозит, и я не могу сказать, что в тот момент подумал, что что-то может произойти, потому что достаточно вспомнить, как их везде любили. А девушки кричали им, «Эй, Пах! Пах! Шук! Шук! Шук!» «Возьмите нас с собой! Возьмите! Возьмите!» И это было вполне нормально. В этом не было ничего необычного, и никогда не казалось, что может случиться что-то подобное. И как только машина подъехала, я повернул голову и посмотрел на машину. На пассажирском сидении рядом со мной сидел Якфула, сзади него Малкольм, а прямо за мной Кэй, Кэй Кэстер. Пока Кадиллак не затормозил, мы думали, что это просто машина, возможно, с поклонниками. Кадиллак тормозит, и тут вдруг рука... Появляется рука человека, и что я тут же подумал, это... Боже мой! И все, что ты видишь и слышишь, лишь начался обстрел машины Шуга. А в следующей машине сидел я. Кадиллак ехал по той полосе, где сейчас находится тот Додж. И именно с того места, где сейчас находится этот Додж, была пальба. А та белая Тойота Камри, это я на своей машине. А все остальные, это те, кто вместе с нами ехал. А вот здесь, справа, машин не было. Из Кадиллака выстрелили, а потом он очень быстро ушел направо. Это открытые полосы, здесь не было пробки. И все, что ты видишь, это дым. Я подумал, боже мой! Я выпрыгнул из машины и побежал к их БМВ. И как только я подбежал и заглянул в салон, у меня и ощущение не возникло, что они живы. И тут машина срывается с места. Я бегу обратно к своей машине, запрыгиваю в нее и мчусь за ними. И мы вновь мчимся по этой дороге, едем обратно. Потому что, как я полагаю, Шук решил, что, чтобы спасти тупаку жизнь, нужно ехать либо в больницу, либо надо найти полицейских. Этот перекресток, на котором мы с вами в данный момент находимся, главный проспект Лас-Вегаса по Хармон-стрит. Перестрелка произошла у казино «Фламинго» и «Коваль». После чего Шук уехал с места прыща. Он вернулся на проспект. Ему нужно было на юг. Поэтому, когда он проехал по этому проспекту до Хармон-стрит, то повернул налево. В этот момент на колесах порвало покрышки. Ему пришлось остановить машину прямо вон там, перед светофором. Мы на самом деле просто прогуливались. Мы не знали, что произошло, но поняли, что-то серьезное, так как услышали крики людей и скрежет останавливающихся автомобилей. Мы стали фотографировать. Потом побежали к тому месту, а вместе с нами туда бежали и полицейские. И к тому времени, как мы добрались до места, Тупаку уже загружали в вертолет. Говорят, в него стреляли. Я продаю пластинки. Я делаю это, чтобы прокормить свою семью. Хватит выдумывать. Это не то, как я живу. Не такой должна вам представляться моя настоящая жизнь. Не надо меня считать преступником. Я не думаю, что это может быть смыслом жизни. Так много слез. Меня зовут Брэнд Беккер. Я детектив Центрального департамента полиции Лас-Вегаса. Специализируюсь на геноциде. Я имею прямое отношение к делу Тупака Шакур, так как я был одним из детективов, приехавших на место происшествия в тот вечер. Как оказалось так, что на месте происшествия оказались именно вы? Разве это дело связано с геноцидом? Позвольте мне сначала объяснить, как у нас все заведено. В выходные по вечерам у нас работают так называемые детективы общего значения. Их также вызывают и на самые серьезные преступления. В будни же, в дневное время, мы в офисе, но можем выехать на какое-то важное дело. В данном случае была попытка убийства, плюс детективы, работающие в ту ночь, узнали, кого именно пытались убить. они поняли, что это дело будет предано огласке. И, беря все это во внимание, можно назвать это их геноцидом. Этот вариант мы тоже рассматривали. Я, Катти Скотт, журналист и писатель. Теперь независимый журналист. В течение пяти лет я работала над делом Тупака Шакур, в частности, над тем, почему это дело так быстро прикрыли. Туда вообще не допускали журналистов. Кому-то удавалось взять интервью, кому-то что-то где-то разузнать, но никто не мог подойти к месту происшествия вплоть до следующего дня. Мы даже знали, в какой он находится больнице, но к нему не было возможности попасть. То есть, вас там тоже не было? Мне удалось туда попасть лишь на следующее утро, примерно в 5.36. Ясно? Полиция приехала практически мгновенно, потому что к тому моменту, как машина встала, полиция уже знала о прогремевших выстрелах и всем было ясно, что что-то произошло. И полиция уже была в курсе, где именно им искать машину и что им делать. То есть, полиция была там уже через минуту после того, как я туда подъехал. Скорая помощь тоже прибыла очень быстро, потому что им позвонили. Если бы они приехали тремя минутами позже, он бы умер прямо там. Они вытащили Шуга из машины и прижали его к земле, прямо так. И я подбежал к ним и увидел, что у него из головы струится кровь. Я начал кричать, отпустите его, отпустите, он свой, свой. Окопы мне, а ты кто такой? А я, я его телохранитель. Я был с ними, я их охранял. Он ни в чем не виноват, и они отпустили его. Но к тому моменту Пак все еще сидел на переднем сиденье, и дверь с его стороны была заперта. Медики вместе с полицейскими тщетно пытались открыть дверь, которую, по всей видимости, заклинило. И Шук сказал, я могу, я могу, это моя машина, я могу открыть. И хотя дверь заклинила, Шук все же сумел ее открыть, и мы вытащили Пака. Мы вытащили его из машины, положили на землю рядом с машиной. Я попытался привести его в сознание. Я кричал ему, Пак, Пак, а он дышит вот так вот. Он пытался вдохнуть, а потом сказал, я не могу дышать. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, я думаю, что принуждение всех людей и сопровождение лечь на землю не способствовало тому, что они проявили еще большее желание общаться с полицией. Мне очень многие пожаловались на то, как с ними обошлись полицейские. Я, конечно, понимаю, что они все чувствовали в тот момент, но с другой стороны можно понять и полицейские, которые в тот момент ничего не понимали и у которых не было ни одной зацепки. Они не знали, кто виновен, а кто невиновен. И поэтому они подозревали каждого, кто был в тот момент поблизости. Я понимаю, что с их стороны это было слегка грубовато, но когда я приехал туда, а я приехал уже достаточно поздно, я попытался получить от людей хоть какую-то информацию, но они как-то не горели желанием со мной общаться. Конечно, там были люди, которые мне что-то рассказали, но они были не особо разговорчивы в тот момент. Тогда не было найдено ни подозреваемых, ни каких-либо улик. На самом деле это было ужасно, потому что очень многие хотели поговорить с нами, поделиться с нами информацией. Знаю, что это необходимо было сделать, но это очень замедлило ход дела. На следующий день мы собирались поговорить с парнем, что был с Шакуром в машине в тот момент, с Шугом Найтом. И это было нашей главной задачей. На самом деле мы пытались поговорить с ним в тот самый вечер, но его адвокаты из Дефроу просто не позволили нам этого сделать. И поговорить мы с ним смогли только через три дня. после нападения в ночь после нападения. Я был в своем номере в отеле. Мне позвонил Реджо и сказал, что мне нужно приехать домой к Шугу. Я приехал туда и увидел, что там были все. Там были все и все они были как-то расслаблены. Дело даже не в разговорах, которые они вели, а в том, что в воздухе витал дух неверия в то, что это произошло. В конце концов, Шуг позвал меня в свой офис в его доме. Он сказал, что хотел поговорить со мной. Мы идем к нему в офис, разговариваем и потом он спрашивает, Фрэнк, что случилось? А я его спрашиваю, Шуг, во-первых, почему мы поехали по такой переполненной улице? Я бы свернул на Тропикана и поехал по другой. Шуг ответил, да, я тоже знаю этот путь, но я просто хотел поехать другой дорогой. А я просто не имел права сворачивать. Я бы тогда потерял. Вот таким был наш разговор и мы, в общем-то, обсудили все моменты того, как это произошло и что я видел, что знал он. Мы восстановили события, чтобы разобраться во всем. Я начала копать, потому что мне казалось, что расследование проведено плохо. Я до этого видела много сцен геноцида и бывала на местах преступления, но у меня просто не было ощущения какой-то целостности этого расследования. То есть, это расследование было далеко от идеала. Было допрошено очень много людей, но было сделано огромное количество ошибок. Принимались достаточно странные решения, которые в конечном итоге не привели ни к какому результату. А что это были за ошибки? Ну, например, тот факт, что здесь были задействованы полицейские на велосипедах. Плюс решение покинуть место происшествия. Ведь они покинули место происшествия. А их на самом деле было два. Первое, это там, где стреляли в Пакайшуга. А второе, там, где остановилась машина. А что касается свидетелей, мы не можем точно сказать, все ли свидетели остались, чтобы дать показания. Прошло 20 минут до того, как людей начали опрашивать. Поэтому к тому моменту гильзы раскидало в разные стороны. Машины разъехались, а свидетели разошлись. 11 сентября я летал домой. Я сказал Рэджи, что мне нужно домой, чтобы взять другую одежду. Мне ведь нужно было в чем-то ходить до конца той недели. Рэджи сказал, хорошо, вот тебе билет, возвращайся завтра. А я говорю, конечно, без проблем. Мне просто надо домой, чтобы взять одежду и еще кое-какие вещи. То есть никаких проблем не было. Я приехал домой, собрал все, что мне было нужно. Наступает следующий день, 12 сентября. Я приезжаю в отель и регистрируюсь, сообщаю Рэджи, что я вернулся, а он говорит, хорошо, не пропадай никуда, Шуг хочет видеть тебя сегодня вечером. Я говорю, хорошо, и... но нет смысла описывать тот день. Наступает вечер, мне звонит Рэджи и говорит, чтобы я приехал к Шугу к 9. Я соглашаюсь. Ровно к 9 я приезжаю к Шугу. Это было 12 сентября. И там были только Рэджи и Шуг. Рэджи встречает меня у порога и говорит, слушай, Шуг очень расстроен, он даже раздражен сейчас. Не обижайся, если он что-нибудь тебе сейчас такое скажет, просто он на нервы. Я говорю, ну ладно. Он говорит, Шугу бассейна, пойдем туда. Я говорю, хорошо. Мы приходим, садимся. Ты думаешь, это имело какое-то значение? Это был бассейн, на дне которого нарисована эмблема Дефроу, которую совсем недавно выложили из светящихся ионитов. И на дне бассейна они излучали красный свет. Так вот, Шуг сидит спиной к бассейну, я напротив него. Рэджи сидит справа. Шуг начинает мне говорить что-то вроде, «Фрэнк, завтра с тобой хочет поговорить детектив. Постарайся ничего не забыть и просто скажи все как было». Но мы поговорили еще немного, а потом он мне говорит «Я знаю, что ты любил Пака». Я говорю «Да». Он говорит «Я тоже его любил». Я говорю «Я знаю». Он говорит «Это плохо, плохо». «Да, говорю, знаю». Этот разговор радикально отличался от того, что было у нас с ним в тот вечер, когда все это произошло. И теперь я не мог понять, что происходит. У меня появилось какое-то странное чувство. По всему моему телу пробежал холодок. Гангстер-рэперу Тупаку Шакур, подвергшемуся нападению неизвестных, вчера ночью сделали третью операцию, чтобы остановить внутреннее кровотечение. Он до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в медицинском центре в Лас-Вегасе. У него очень серьезное поражение внутренних органов, так как большинство пуль попало в грудную клетку. 25-летний рэпер сидел на переднем сидении черного БМВ в сопровождении десяти других машин, когда из подъехавшего белого Кадиллака прогремело несколько выстрелов. Приехавшая вчера Джейси Джексон сказала нам, что Шакур в неважном состоянии. Как заявили врачи родным потерпевшего Тупака Шакур, мы вновь всем можем надеяться на его выздоровление. Коунан Оувен, специально для NBC, Лас-Вегас. Если я умру сегодня ночью. Наступил новый день. Это было 13 сентября 96-го года и попал этот день на пятницу. Моя смена в этот день начиналась в 8 часов утра. Реджи предупредил меня, чтобы я держался подальше от всех близких Пака. Он сказал, что они очень злы на меня. Я спросил, почему на меня? Он говорит, потому. Их родной человек умирает в больнице. И я подумал тогда, ну ладно. Вот. Значит, теперь получается, я не могу разговаривать с Язмин, его помощницей по организации компании «Автаназия». И я не могу говорить, мы называем ее мама Шакур, Сафини. И я подумал, ну великолепно. И весь тот день я пытался не попадаться им на глаза. По иронии судьбы, когда я подъехал к больнице, кого, как вы думаете, я увидел? Афини? Ее сестру Глорию. Они идут по направлению к больнице. Я остаюсь позади, чтобы они меня не увидели. Я захожу следом, сменяю на посту охранника. Пак тогда еще был жив. Я сажусь на стул рядом с его палатой. Афини и ее сестра стоят напротив Пака и смотрят на него. Потом появляется его врач. Он заходит в палату, где уже находятся Афини и Глория. Они выходят из палаты и заходят в соседнюю комнату. Дверь за собой не закрывает. Они садятся Афини или Глория кто-то из них садится на пол другая садится напротив доктора начинают о чем-то разговаривать. Все это время я за ними наблюдаю и тут я вижу выражение их лиц и думаю о нет и я сижу там а у меня земля уходит из-под ног. Потом Афини выходит из комнаты и садится рядом со мной. и представьте мое состояние я просто не знаю что сказать и тогда я кладу свою руку на нее и она говорит не переживай все в порядке это был последний раз когда мы с нею разговаривали тогда я еще не знал что Пак умирает Афини об этом узнала и решила что все должны с ним попрощаться день продолжается сотни человек приходят повидаться с Паком как раз в тот день пришел и Снуп Снуп пришел с ним пришли его друзья Маркус и Кеннет вообще пришло очень много народу мой шеф подошел уже одним из последних где-то в 3 часа потом было еще двое я пока брожу по больничному коридору и мне звонит Реджи и он говорит мне тебе необходимо немедленно явиться к Шугу сию минуту и тут вдруг начинает разрываться мой пейджер мне позвонила наверное сразу человек 50 из Дефроу они все говорили мне скорее приезжай к Шугу ты сейчас должен быть у него чем скорее тем лучше а еще мне позвонил мой друг Лэри я приезжаю к Шугу снаружи меня встречает Реджи у дома стоит огромное количество машин меня встречает Реджи и говорит слушай я не знаю что здесь происходит но тебе придется через это пройти я знаю ты справишься не переживай хотя все плохо все очень плохо а я чуть ли не кричу что я захожу мы вновь около бассейна но в этот раз за столом сидит несколько человек это Шуг Дэйби Киннер его юрист еще один человек только я не помню его имени два друга Шуга и Реджи и он практически все время стоит у меня за спиной я сижу рядом с Шугом я имею ввиду рядом с Шуг и он вне себя он в бешенстве но я уже знал что Пак умирает вот поэтому атмосфера и была такой напряженной Шуг стал засыпать меня вопросами типа того что произошло где была охрана где был мой пистолет знаете охранники такие растакие я там сижу и понимаю что меня хотят выставить крайне и я смотрю на Реджи и не понимаю почему вопросы по организации охраны задают мне а не ему а Реджи не отвечает и я говорю Шуг я наемная сила на тот момент там было недостаточно охранников и я об этом уже говорил и я просил еще кого-нибудь прислать тот он говорит а где был Майкл Мор я говорю его отправили с XX2 и на все те вопросы на которые я отвечал должен был на самом деле отвечать Реджи и он должен был сделать это еще давным-давно а потом Шуг спрашивает у меня нет извините у Реджи Редж в чем дело что забрешь в работе а Редж что-то типа ну тогда Эл за все отвечал это кстати тоже следовало бы уточнить но и в общем я там сижу и тут вдруг звонит телефон телефон Шуг он поднимает трубку и тут он вскакивает и бросает его со всей силой громко что все испугались прямо на стол и я думаю о черт я смотрю на бассейн и думаю сейчас буду купаться в тот момент в тот момент я на самом деле чувствовал что это будет именно так тот он поворачивается и говорит теперь его черт побери уже никто не спасет у него на глазах слезы а потом просто он умер и я тоже заплакал я плачу а Шуг встает и уходит из-за стола и все поднимаются и уходят а Реджи смотрит на меня и говорит давай уходи отсюда забирай свои манатки и уматывай но я не понимаю почему его сердце и дыхательная система просто не выдержали тех ранений которые он получил в результате засады организованной его врагами или завистниками в которую попал неделю назад у детективов до сих пор нет подозреваемых а Шакура они допросить не смогли так как он умер не приходя в сознание мой респект Паку он наш брат он молодец он вселил в нас надежду помог нам двигаться дальше он интересовал людей не только как хороший рэпер но и как личность как талантливый человек и многие его любили очень многие они пришли еще засветло и готовы стоять здесь даже под дождем чтобы показать что верили в Тупака Шакура который нес людям мир и спокойствие он дал нам надежду дал надежду и возможность стать лучше в жизни очень много негатива со смертью Тупака мы должны серьезнее подойти к вопросу пресекания насилия я не думаю что что-то изменится насилие и убийство так и будут продолжаться вряд ли кто-то вынесет из этого большой урок сегодня прохладный день в мире рэпа если вы еще не слышали хотя об этом трубят все средства массовой информации рэпер Тупак Тупак Шакур ушел из этого мира что вы думаете о нем я думаю что он был великим человеком я о нем много слышала и читала он сделал много хорошего для людей а что вы нам скажете он брат каждого из нас он хотел чтобы у всех у нас все было хорошо он пытался донести до нас очень правильные и полезные вещи и если бы люди к нему вовремя прислушались я думаю такого бы никогда не произошло хорошо вы говорите на самом деле правильные вещи спасибо вам большое за ваш звонок за то что нашли время и позвонили да еще я хочу выразить свои соболезнования семье Тупака я звоню узнать давно ли Тупак умер он умер примерно час назад в день смерти Тупака на радио поступило неимоверное количество телефонных звонков я могу говорить диджеи Грег Стрит и Джон Хатчин диджеи Грег Стрит и Джон Хатчин говорят об очевидном в рэп индустрии я думаю что он попал в какую-то плохую историю то есть что-то произошло возможно он кому-то перешел дорогу я думаю что если бы он смог продолжить свою работу то мы бы увидели его с новой стороны он стал бы таким каким никогда еще не было в рэп индустрии Мне звонили разные люди, и все мне говорили, «Собирай вещи, уезжай из Вегаса». А я говорю, «Но я не могу, я не могу даже машину везти». И все равно, «Поезжай». И... Он умер. Он взял и умер. Мы можем попробовать охарактеризовать Тупака, опираясь на ту форму, в которую он облачал свои песни, и в частности, когда говорил, «А если я умру сегодня ночью, сколько моих собратьев станут жертвами улиц?» Смерть может ждать нас за каждым углом. Все эти вещи. Смерть для него всегда ассоциировалась со страданием. Поэтому для него признание смерти означало признание смерти только через страдание. И почему Бог допускает смерть и опустошение? Вы слышали его песню «Unconditional Love». В ней он задает вопрос, «Мама, почему я так хочу умереть?» И я думаю, это все потому, что ему пришлось очень многое пережить. То, что их с мамой бросил его отец, его оторванность, странствие. Я имею в виду его постоянные переезды с места на место. Можно сказать, что у него не было дома. С тех пор, как он жил в Нью-Йорке, в гетто на Манхэттене, до того момента, как он перешел в среднюю школу, они с матерью успели поменять место жительства 22 раза. Но он, во-первых, не был преступником. Но в плане искусства, это только потом он стал, скажем, богемным рэпером. Все это стоило ему очень многого. Когда он только начинал, все смеялись над ним, над его одеждой, так как он не мог себе многого позволить. И он пережил очень тяжелые годы. И все это отразилось в его музыке и стремлении к смерти. В юношестве тяжелее всего было то, что он полностью отвергал возможность веры во что-то хорошее. Он вновь и вновь говорил, что слишком мал, что денег у него нет, и он безнадежен. Такова была его жизнь. Люди пытаются быть благородными, пытаются спасти животных, китов, запретить продажу меха, но совершенно не обращают внимания на нас, молодое поколение, на тех, кто вырастет без чувства сострадания. Вы понимаете, о чем я? Допустим, вы идете по улице и вдруг видите груду камней, на которых растет роза. И даже если на ее лепестках грязь, и она уже не так красива, вы подумаете, что это чудо. Ведь такого не может быть. Так вот, когда я вижу ребенка из гетто, выросшего в таких жутких условиях, и он может сказать такое, что заставит вас улыбнуться, плакать или смеяться, я представляю себе эту грязную розу. Я думаю о том, что заставило меня из всего этого выбраться. Я все это прошел. После разговоров со многими людьми у меня появилось чувство, что люди не хотели говорить. И та информация, что получила полиция, сводилась к одному выводу. Мы не будем и не хотим сотрудничать, и никто не будет. И какое может быть расследование, если никто не хочет сотрудничать со следствием? Они, конечно, продолжали, но тот же Орландо Эндерсон. Ведь можно было выяснить намного больше. Но его, вообще-то, допрашивали еще в МГМ и даже отпустили. И я считаю, это было красным флагом. Его посадили под стражу, а потом отпустили, в связи с отсутствием доказательств. Вы знаете, во сколько примерно охранники МГМ отпустили его? Это было примерно за два часа до стрельбы. И так же я узнал от полицейских и еще от кое-каких людей причины, по которым Эндрю находился в Лас-Вегасе. Во-первых, как он заявил, он приехал на бой. Потом сказал, что купил билеты. Что купил билеты только когда приехал. Но это абсолютно невозможно. И даже если это так, значит, ему нужно было иметь при себе около двух тысяч долларов наличными. Но он так и не пошел на бой. То есть он был там не ради боя. Потом он сказал полиции, что приехал поиграть в казино вместе со своей девушкой. Он был очень непоследователен с самого начала. Не мог четко объяснить, почему он находился в городе. И я считаю, что это было красным флагом. И где он был во время нападения? У него не было алиби. Все началось еще до рассвета. Пришлось принять усиленные меры. Три сотни офицеров и даже ФБР производят аресты местных преступников в связи с 12 вооруженными нападениями, понесшими за собой жертвы трех неповинных ни в чем людей. Полицейские не отвергают возможную связь этих нападений с недавним убийством известного гангста-рэпера Тупака Шакур. Наше расследование в некоторой степени подтверждает наши догадки о том, что те преступления, совершенные в Камптон-Сити, возможно, имеют связь с преступлением в Лас-Вегасе. И мы все прекрасно знаем, что бандиты отплачивают за свои страдания той же монетой. И как мы заметили, 7 сентября произошло повышение уровня преступности. И именно в тот день произошло очень много нападений. 7 сентября в Лас-Вегасе машина, в которой ехал Тупак, была изрешечена пулями. Недели спустя от полученных ранений рэпер скончался. Полицейские Лас-Вегаса, занимающиеся этим делом, собираются допросить тех, кто в данный момент находится под следствием, в частности, предполагаемого члена преступной группировки 22-летнего Орландо Эндерсона. В Лас-Вегасе представители отдела полиции в Лас-Вегасе объявили, есть имя подозреваемого в убийстве Тупака Жаку. Есть лишь один подозреваемый, арестованный за преступление, совершенное им в Камп-Тамп-Сити еще в апреле. Возможно, полицейские Лас-Вегаса его допрашивали, и, сопоставив кое-какие факты, решили, что это преступление совершил именно он. Не могу сказать, что мы подозревали только одного человека. Есть еще несколько людей, о которых нам не следует забывать. Есть люди, на которых мы сразу обратили свое внимание. Есть те, чьи имена открывались нам во время следствия. Многих мы практически сразу исключили из списка подозреваемых, основываясь на полученной информации. Ведь до сих пор у нас есть информация, не получившая огласки. И, к сожалению, именно эта информация помогает нам исключать очень многих из списка подозреваемых. Я не думаю, что у следствия были подозреваемые. Не думаю, что они вообще искали преступника, потому что они боялись даже назвать Орландо Эндерсона подозреваемым. Они сделали однажды такую попытку, но тут же отозвали все обвинения, чуть ли не в тот же день. Нет, нет, мы никогда не подозревали его. Шуг Найт. Вы знаете, очень такая интересная вещь, что Шуг Найт, он провел ночь в больнице, естественно, с Тупаком. Но Тупак был в палате интенсивной терапии, а Шуга положили в обычной палате. Его выпустили уже на следующее утро. И когда к нему пришли двое детективов, чтобы допросить его, его уже не было. Они не ездили к нему домой. А он живет в Лас-Вегасе. У него дом в Лас-Вегасе. Они этого не сделали. Потом они связались с его юристом. Где-то через 6-7 дней договорились о том, чтобы он дал показания, и допрашивали его всего 20 минут. На следующий день мы решили допросить того, кто был вместе с Тупаком в машине в момент нападения, Шугом Найт. И мы правда пытались. Мы даже пытались найти его в вечер нападения. Но к нему не позволили приблизиться и члены Дефроу, и его адвокаты. А достать нам его удалось только через 3 дня. Существует целый ряд несоответствий в отношении картины происходящего. Во-первых, в ту ночь в своих показаниях очевидцы говорили о двух автомобилях. О белом Кадиллаке и о белом Линкольн. Согласно всем описаниям, я больше склоняюсь к тому, что это был Кадиллак. Но нам был указан один единственный номер этой машины, и принадлежит он Линкольну. Ну, скажем так, очевидец, указавший нам номер машины, видел там Линкольн. Но, по всей видимости, номер машины был указан неверно. И я перепробовал тысячу комбинаций, пытаясь найти какую-нибудь машину с похожим номером. А что касается Кадиллака, тут мы вообще услышали около 50 разных историй. Проблема в том, что и двух похожих не было. А что касается погони, во время стрельбы, и это вновь была дезинформация, как раз то, о чем я говорю. Говорят о том, что в момент нападения полицейские были на стоянке. Вам нужно понять, что с того места, где они были, не было видно места происшествия. Они слышали выстрелы, но к тому моменту, как они добрались до места, там уже практически никого не было. Все уже разъехались. Ведь не было такого, что после нападения все машины остались на месте. Все происходило очень быстро. И вновь я делаю эти выводы, основываясь на показаниях очевидцев. А тому, кто это мне сказал, я верю в большей степени, нежели остальным. Показания свидетелей. Кто же стрелял из белого кателлака? Та информация, которую я получил от очевидцев, точнее, от одного определенного человека, оказалась очень полезной. Стрелял не водитель. Не с его позиции были сделаны выстрелы. И были очевидцы, не из группы сопровождения, а просто обычные люди, которые также отмечали, что стрелял не водитель. Из револьверов не вылетают пули, поэтому они решили, что, по всей видимости, стреляли именно из револьвера или оружия подобного типа. И нападавшие на этом хотели застрить внимание. Нет никаких улик. Описание очевидцев, вот то, что у нас было. Но прямых улик никаких. И кроме того, у нас есть лишь один очевидец, который утверждает, что стреляли из другого оружия. До сих пор существует расхождение во мнениях в том, из какого оружия стреляли и сколько выстрелов было сделано. По-моему, в него попало где-то 4-5 пуль, и около 10-12 прошло мимо. В него попали 3 пули, одна ранила в двух местах, а как таковых серьезных ранений было только 2. Одним из свидетелей этого происшествия был друг Тупака, которого он знал с детства, член Аутлос Яфуфул. Я не разговаривала со свидетелями. Я в тот вечер допросил Яфуфула. Если честно, он не очень-то жаждал со мной разговаривать. Сам факт того, что один из очевидцев преступления мог указать на стрелявшего человека, если бы увидел его, он сказал, что мог бы опознать водителя, но вот стрелявшего человека он бы опознать не мог. Яфуфула, или Каддафи, как его еще звали, был найден убитым через 2 месяца после этой трагедии. Но ни полицейские Нью-Джерси, ни полицейские Лас-Вегаса не нашли никакой связи между этими двумя убийствами. Я думаю, они даже не удосужились попробовать найти какую-либо связь. Нам сообщили, что его убили. То есть нам позвонили из Нью-Джерси и сказали об этом. Но дело не в том, что мы не пытались найти какую-либо связь. Просто то, с чем мы столкнулись с самого начала, эти проблемы с юристами, Деф Роу, проблема получить показания у Шук Найта и многое другое. Но что касается этого дела, я разговаривал с экспертами, работавшими над ним, и они мне лично сказали, что не видят никакой связи между этими двумя преступлениями. Почему ты поменял ко мне свое мнение? Ходило много слухов о том, что к убийству Тупака непосредственное отношение имеет Шук Найт. У меня ни разу и мысли не возникло, что Шук Найт или кто-нибудь из Деф Роу каким бы то ни было образом были причастны к убийству Тупака. Я хочу сказать, что общалась с огромным количеством людей и даже с полицейскими Лос-Анджелеса, и там мне сказали, что к этому преступлению мог быть причастен кто угодно. И позвольте вам сказать, если бы у полиции Лос-Анджелеса были какие-то доказательства причастности Шук Найта к убийству Бигги Смолза или если бы к убийству Тупака и Бигги была причастна полиция Лас-Вегаса, все это вскоре бы вскрылось. И я просто уверена, что полицейские Лас-Вегаса очень хотели повесить это дело на Шукой. Но они не смогли подкопаться, хотя очень многие хотели бы увидеть его за решеткой. Вы знаете, этот вариант тоже обсуждался. Мы рассматривали его как возможный. Но я так считаю, что если вы кого-то заказали, вы вряд ли сядете с ним в одну машину. Помимо всего прочего, не стоит забывать о его размерах. Я хочу сказать, что он там, в точке обстрела. Меня, конечно, удивляет тот факт, что он получил так мало повреждений, но я сам лично думаю, что он не имеет к этому никакого отношения. В июньском номере журнала Rolling Stone 2001 года появилась статья, в которой говорилось, что Фрэнк Александер знает причины, по которым Шук Найт мог бы убить Тупака. Сам лично я ничего не видел. Я могу говорить только о том, что видел своими глазами. Я не говорил ничего из того, что я прочел в журнале Rolling Stone. В своей книге «Готч Йобэк» «Ты вернулся». Я написал, что не знаю ни одной причины, по которой кто-либо преднамеренно сел бы в машину с человеком, в которого будут стрелять. Ведь пуля может повести себя очень непредсказуемо. Тот вечер Шук был такой же мишенью, как и Пак. Я писал об этом в своей книге. Зачем бы я стал говорить репортерам, Роллинг Стоун или детективам такие вещи, если я даже в своей книге об этом не писал? Ведь книгу я написал раньше. Да я не ожидал, что они могут писать такие вещи, даже не проверив эту информацию. Они в конце концов могли связаться со мной через издателя. Я никогда не называл Шук Найта убийцей. Он лично мне ничего плохого не сделал. И, как я уже говорил, очень хорошо относился к охранникам. Ни у кого никогда с Шуком проблем не было. Меня допрашивали сотрудники ФБР, детективы из Лас-Вегаса, работающие над делами, связанными с геноцидом, в Лос-Анджелесском полицейском департаменте. Но с чего мне вдруг говорить, что Бигги заказал Шук? Я больше не работал на Defro Records. У меня нет ни одной идеи, кому вообще понадобилось убивать Бигги. А может, вы знаете, почему убили Пака? Нет, я не знаю. Я никогда нигде не слышала, хотя ходит много слухов. Вы знаете, люди чего только не говорят. И я считаю абсолютно абсурдной идею того, что кто-то скажет. Я согласен сесть рядом с тем, по кому, ну, знаете, откроют огонь. Я как бы уверен, что в меня не попадут. Не думаю, что произошло именно так. Сколько еще они будут оплакивать меня? Как долго они будут оплакивать меня? Знаете, когда кто-то умирает таким молодым, другим молодым людям очень тяжело, ведь это означает, что и они могут скоро умереть. Ведь их восприятие себя происходило через отождествление себя с Тупаком. Если он умер, значит, я тоже могу умереть. А если он жив, то и я могу жить спокойно. Поэтому люди любят придумывать всякие небылицы, типа, кто-то видел Тупака на Кубе, прогуливающемся с осадой Шакур, или будто он на самом деле нежится на каком-то райском островке. Таким образом, они просто пытаются оградить себя от признания того, что они тоже когда-нибудь умрут. Кроме того, я считаю, что Тупак первый кандидат на звание живого после смерти. Хотя такими титулами обычно награждают лишь таких людей, как Элли. Когда умер Чарли Паркер, люди тут же начали говорить, «Тичка жива», и они утверждали, что видели его живым. у Тупака был даром, и я искренне в это верю. А именно, он обладал даром предсказывать будущее. Вы знаете, Тупак обладал тем качеством, о котором говорил Фрейд. Это любовь к смерти, это стремление умереть, и в тот же самый момент уверенность в том, что это и есть его судьба. Эта мысль преследовала его всю его жизнь, и он свято верил в судьбу. Он начал чувствовать, что скоро умрет, ведь он вбил себе в голову то, что он умрет еще молодым. Он никогда не думал, что доживет до 30. Для него смерть всегда ассоциировалась со страданием. Поэтому для него признание смерти означало признание смерти только через страдание. И почему Бог допускает смерть и опустошение? Он очень много говорил о своей смерти в песнях. Это был его день, 13 сентября 96-го. Ему было пора, и он был готов к этому. Я тоже могу умереть, и кто угодно может умереть. Каждый умрет тогда, когда придет его время. Тех, кто стрелял в него, должны были найти, но не нашли. Бог все спланировал для него заранее. Я разговаривал с его мамой и после написал об этом в книжке дополнение к моей основной книге «Готчья Бэк». Она сказала мне «Фрэнк, сынок, ты в тот вечер ничего не мог сделать». Жизнь Тупака Шакур была распланирована, и она должна была закончиться 13 сентября 96-го года. И ни ты, ни кто другой не смог бы ничего изменить. И сердце мое наполнилось спокойствием, потому что мне наконец-то удалось с ней поговорить через два года после того, как он умер, примерно в июне-июле 97-го. И этот разговор разбудил во мне столько чувств, и она меня очень осчастливила, когда сказала, что не сердится на меня, и просто нет никаких проблем. И для меня ее слова, слова матери, значат намного больше, чем чьи-то еще. И я получил ответ на свой вопрос. Теперь лишь Бог мне судья, и это самое главное. С момента смерти Тупака Шакур прошло уже пять, на самом деле уже десять лет. Его последний альбом, выпущенный в феврале 2001 года, разошелся тиражом более чем в три миллиона копий за три месяца. За свою карьеру Тупак продал 33,5 миллиона записей, но когда он умер, на счету у него было менее ста тысяч долларов. Были опубликованы сведения о том, что к моменту смерти Тупака звукозаписывающая студия Death Row Records задолжала ему где-то от четырех до девяти миллионов долларов. До смерти Тупак успел записать более двухсот новых песен, право на которые его матери, Афини, пришлось отстаивать в суде. В разных учебных заведениях по всей земле проводятся уроки, посвященные жизни и деятельности Тупака Шаку. В полицейском департаменте Лас-Вегаса до сих пор пытаются раскрыть убийство Тупака Шаку. Кэти Скотт опубликовала книгу, в которую она включила подлинные фотографии вскрытия Тупака Шаку. Секрет того, где ей удалось достать эти фотографии, она так и не открыла. Профессор, писатель и известный ученый в области хип-хопа доктор Майкл Эрик Дайсон выпустил книгу под названием «Откликнись, если слышишь» в поисках Тупака Шакур. Фрэнк Александер больше не работает телохранителем. Теперь он проповедует христианство для молодежи, пишет книги и разводит лошадей. Я не могу умереть. Пусть люди считают меня насильником или преступником. Я все равно буду продолжать жить. Я не покончу с собой, и я никуда не уйду. И не надо мне говорить, что мне пора. Я буду здесь, пока сам этого не захочу. Я говорю серьезно и будьте уверены, придет время, и я буду свободен. Меня будут уважать так же, как и всех остальных. И я стану одним из вас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 ДимаTorzok.